Впереди лето, период отпусков и время путешествий. Верхний Воложий, как одно из самых притягательных мест для туристов ЦФО, готов к приему гостей из соседних регионов в летний период. Ожидается, что в этом году туристический поток в Тверскую область увеличится до 2 миллионов 600 тысяч человек, при том, что в прошлом году он достиг 2,3 миллиона посетителей. Поэтому немаловажным вопросом остается поддержка туристической отрасли в регионе, а также где в Тверской области любят отдыхать сами жители, расскажем в следующем материале. Несмотря на санкционное давление перед Верхневолжьем открываются новые огромные перспективы по привлечению туристического потока. Потенциал региона колоссален, уникальные исторические места, природа, а к ним еще добавляется активное развитие инфраструктуры и индустрии гостеприимства. Пожалуй, в каждом районе Тверской области туристу будет на что посмотреть, уверены жители региона, которые в массе своей успели объездить уголки малой родины. В каких местах бываете? На Селегере. Все нравится, природа нравится, мне нравятся только комары. В Оржеве, в Кувшиново, в Максатихе, в Удомле. Осташков, то есть там вообще незабываемые места, особенно когда кругом облака, а где сама Нилова пустынь, солнце. Конаковский район, вот на саму Волгу смотреть очень интересно. В Тверской, допустим, в Ромешковском районе очень нравится церкви смотреть, восстанавливается это все. А еще туристы любят Торжок, Ржев, Торопец и Конакова. И, конечно же, главное место притяжения – областной центр. Выйдя на улицу Трехсвятскую, всегда можно встретить гостей из других городов. Большинство опрошенных туристов приехали в Тверь из областей ЦФО. Самостоятельно, на машине или же автобусом, организованной группой. Вот погуляли по центру, по улице, дошли до набережной. Очень изменилось в 90-х годах. А расскажите, почему выбор пал именно на Верхней Волжье? Потому что это недалеко от места проживания, недалеко ехать. И по пути можно где-то остановиться и несколько точек посетить. Тверская область также в числе лидеров по протяженности муниципальных дорог в Центральном федеральном округе. Это 19,5 тысяч километров. Автопутешественники отметили улучшение их состояния. Дороги сейчас, слава богу, восстанавливаются в Сверской области. В Конаковской районе вообще проблем нет. В Ромешковской, там, вот до Кушально, конечно, мы по Беженскому прыгаем, прыгаем, но потом идет хорошее шоссе. Напомним, что с 2018 по 2021 годы привели в порядок 350 километров асфальта. В этом году работа продолжится. В 2022 году ремонтом охватит 206 километров дорожного полотна. Грядущая летняя туристическая кампания стала темой селекторного совещания губернатора Игоря Рудени и глав муниципалитетов еще в апреле этого года. А 6 мая на встрече губернатора и президента Владимира Путина также обсуждался вопрос строительства речного порта в Конаковском районе, который также облюбовали туристы. Об этом глава региона рассказал в программе «Прямой эфир». Если прошлый год у нас был на одного жителя Тверской области два туриста приезжало, то этот год мы ожидаем от трех до пяти туристов на одного жителя Тверской области. Поэтому большой инвестиционный потенциал по большому Завидово, по развитию порта, строительство самого здания транспортно-пересадочного узла, как мы сказали, в стиле «сталинский ампир». И уверен, что это тоже будет реализовано, станет символом Конакова. И уже завершение, это 24-й год, строительство железнодорожной ветки от Октябрьской железной дороги до транспортно-пересадочного узла в речном порту Завидово. С 2016 года турпоток в регион вырос более чем на 80%. Также в Верхневолжье действуют федеральные и региональные меры поддержки туриндустрии. Например, льготные кредиты на открытие гостиниц. Для них 0% ставка НДС. Она действует и на строящиеся объекты и инфраструктуры. Есть поддержка обустройства пляжей, зон отдыха, кемпингов и глэмпингов, создания новых маршрутов. В первую очередь, все это позитивно скажется на развитии инфраструктуры малого и среднего бизнеса, считает в региональном правительстве. Продолжение следует...